ТЕРИТОРИЯ МАШИН Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о пожизненном сроке, курсах этикета и самым старом водителе в мире. Наши власти постоянно борются с пьяницами и наркоманами за рулем. И это похвально. Ведь подобный тип потенциально опасен и является источником проблем для окружающих. Но есть и еще одна категория водителей, с которой государство решило повоевать. Речь идет о тех, кто плевать хотел на решение суда и ездит за рулем, уже будучи лишенным прав. Как выясняется, таких на наших дорогах очень много. Расчет у них простой. Гаишник может и остановить, а если остановят, то можно попробовать договориться. Очень часто выясняется, что лишенные прав за пьянство за рулем попадаются снова пьяными. Вот наши законодатели и призадумались, чем бы припугнуть злостных нарушителей. Один из депутатов предложил не только лишать их прав пожизненно, но и рассматривать их дела по уголовным статьям. А еще в Государственной Думе задумались над водительским этикетом. Во многих странах мира злостным нарушителям прописывают платные курсы хорошего поведения на дороге. Говорят, кстати, что многим помогает. Подобные курсы могут появиться и у нас. Ведь не секрет, что этикет у нас хромает. Кроме нарушителей, учиться себя вести будут и новички. И парламентарии предлагают ввести курсы хорошего поведения уже в автошколах, чтобы начинающий водитель с первого дня знал, что хамить плохо. Для более эффективной адаптации к новой реальности в автошколы даже предлагают посадить психолога. Он расскажет слушателю о том, какие бывают типы водителей и чего от них можно ждать и нужно ждать. Кстати, самым пожилым водителем в мире считается американец Фред Хейл. Он дожил до 114 лет. Но понимая, что может стать помехой другим водителям, он аннулировал свое водительское удостоверение в 108 лет. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин